поснимаем в этом порядке у меня циндурных слов нету маты вот так чем резали? ябоны такие, ябоны пипискому что ли, зачем вот тут вот эти, чтобы легче залазить что ли, да, что за нахрен крепость на которую надо залезть вот так нужно, да, я не понимаю чем резать вот такие вот это два с лишним метра, два метра чем? толщина, вот эта хрень зачем ваза? оттуда стреляли? нет, ни хрена, там башенка, вот чем резали? я не знаю прям, это не брак похинеет вот я в ту башенку хочу вот это, что обороняли? вот это, что обороняли? what kind of defense was it? стреляли, обороняли из этих вот башенок? сомневаюсь вот звездная крепость с этой стороны, она кирпичная то есть она гранитная всего лишь наполовину вот там мы видим гранит а вот тут кирпич соответственно она тоже от половинина была, но ее восстановили как смогли из того что было крепостей половиной, половинок я показывал уже достаточно несколько то есть при первом вторжении ей тоже досталось, ее снесло наполовину и сейчас ее восстановили после первого после второго она почти не пострадала и вот как мы видим мы ее и видим и такая ситуация вот здесь допустим в Тильберифорд это тоже звездная крепость в Англии или же в Испании есть парочка интересных вот одна из них Кастильо де Монджок замок де Монджок тоже звездная крепость, но какая-то половинчатая еще есть парочка в Австралии интересных вот смотрите прямо вдавлено все то есть какой мощности был термоядерный взрыв чтобы половина крепости просто испарилась или так строили? постоянно зрители моего канала могут подтвердить что несколько таких отдельных роликов есть по звездным крепостям вот смысл вот этого загогулина вот чтобы атакующим прятаться то есть 1740 году якобы якобы было что производство кирпича такого качества что-то я сильно сомневаюсь сильно-сильно сомневаюсь мы видим старую крепость мы видим снова какое-то заземление 312 951 ага мы видим новый кирпич и старый кирпич в туалет вот я не знаю в туалет или как вот какая сила могла выдвинуть это потому что это выдвинуть там о косячно залеет а это что наверное чтобы атакующим было легче взбираться а как вы забрались туда понял а пролезь отлично супер а вот можно залезть что наверно чтобы легче было атакующим избираться я забрался атакующие тоже смогут поверьте что мы видим видим тут как мексике как в перу изменяющие плоти сам бракет такие вот скобки за столько лет он не заржавел и этот тоже мы видим удивительное качество кладки которую крепостные буквально в поте лица лаптями стирая лапти в труху клали друг на друга вот эти огромные блоки многотонные но почему-то именно снаружи и зачем-то вкладывали железо внутренних как в перу как-то они сбегали в перу к ацтекам посмотрели у них подсмотрели секреты полигональной кладки как закладывать железные скобы и железные штыри кто-то наверно вернулся и раскрыл все секреты строителям петропавловской крепости потому что технология один в один просто копирует и зачем-то штыри нацарапали то якобы 783 году ну что за бред нацарапали а вот как гвоздем блин построили такую хрень огромную ну и зачем выступы тоже интересно помочь нападающим тоже интересно почему на такой форме такие углы и зачем странные вертикальные какие-то расщелины похожие на щелевые антенны только большого размера вот что вытащил вот этот данный блок вот щелевые антенны посмотрите вот они вот это что Ну это что? Железо. Заметьте, снаружи гранит, а сама крепость либо снаружи из белого камня. Странно. И половина из кирпича. Ох, нахер от крепость. Окошки. Чтоб лучше видно было. Вот это зачем? Тоже для обороны? Или для красоты? Это военная крепость или где? Какая красота, нахер? Мы уже поднялись наверх. За бешеные деньги купив билет. И что мы видим здесь? Такие же, как говорил председатель туалеты. Именно на концах лучей. И в местах их соединения, этих лучей. То есть квадратным ездовым способом. Чуть позже объясню, для чего нужны они на каждом изгибе. На каждом таком фрактальном изгибе. Так же интересный штырек мы видим здесь. Стреляйте отсюда. Ну, не знаю. How to shoot from here? It's definitely not for shooting. Вот это не для стрельбы. Вот как тут здесь стреляет таможня? Зато... Ух! Вибрация классная. Нет, я думаю, стреляет таможня, только глухим. Потому что после первого же выстрела оглох не точно. Ну, и там тоже. Хрен его знает. Что там было? И как там было? 2003 год, 300-летие у Питера. Общественно, совет какой-то. Поставил эту хрень. Куб. Вот нахрена куб на звезде. Внутри звезды. Сто лет он усрался. Вот так это были снаружи. Все в граните. Наверное, вот такая вот голая поверхность нужна, чтобы лучше отстреливаться. Любой стрелок вон оттуда, вот пользуясь этим наклоном, уничтожить любого, кто вот здесь стоит. Это не вот так вот защищается, да, чтобы якобы из-за укрытия стоять. Это вот так. Не так, а вот так. Абсолютно. Вот это, кстати, так и так и было. То есть покрытие только для проведения электричества. Вот он, вот он. Вот он, секрет. Вот секрет. Вот это все покрыто твердым материалом для того, чтобы вибрации проходили вот отсюда, сюда. Вот так. Это не для стрельбы точно. Это для вибраций, для излучений. На верху вот этот железный штырь. Вот так. Вот так. Вибрация. И вот так. Вентиляция, вентиляция якобы. Интересная форма с резонатором, но здесь не хватает. Нет шарика, the ball is missing there. Там есть шарик, тут нету. А вот мы видим современные бесцвинцовые методы сохранения шивов. Значит, свинец все-таки был старше, чем 200 лет. Интересный купол в центре. Не хватает на этом куполе. Да, и чего-то не хватает. Ну вот еще раз посмотрим на стык. Странные свадьбы. Явно видно, что достроена крепость. Вот штука. Тут силовая какая-то катушка была, силовые поля делала. Вот волна шла сюда и сюда. Она была между двух стен. На этом достаточно вопросов на сегодня. Да. Мы задали остальные вопросы. Почему такой материал? Как военная наука объясняет такое расположение башенок? Зачем нужны эти башенки? Почему резонаторы стоят на башенках? Зачем нужны вот эти башенки без входов, без выходов, в определенных местах, расположенных в этой крепости? Почему эта крепость наполовину из гранита, наполовину из кирпича? Для чего нужно такое расположение с кучей мертвых зон, с наклоном на сторону? Зачем нужны крюки для помощи нападавшим, наверное? Зачем нужны выступы? И так далее и тому подобное. Это были вопросы. А ответы последуют в следующих частях. Мы попробуем ответить на эти вопросы, используя наши современные знания, современные науки. Добра и до новых встреч!